Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришин, наверняка все уже слышали об этой ужасной истории, трагедии об этой Волгограде, роман Гребенюк, из-за, так скажем, даже не ссоры, а непонимания, я скажу, да, в родительском чате прибежал родственник, родственник, значит, собеседница его, и в Сбербанке кастетом нанес несколько ударов, девочка осталась сиротой, он воспитывал один девочку и, соответственно, через неделю скончался, трагедия ужасная, трагедия абсолютно, родители, вместо того, чтобы показывать пример своим детям того, как необходимо решать вопрос культурно, интеллигентно, показывают абсолютно какой-то беспредел, и дети это видят и впитывают как губка, вы знаете, не зря говорят, что ребенок никогда не растет на словах, он всегда растет на примере, на делах, то есть, когда вы пытаетесь воспитывать ребенка словами, он никогда не будет слушать, он будет смотреть, что вы делаете, поэтому, когда наши дети смотрят на то, как поступают взрослые, вот таким образом, как в средневековье, они будут, вы знаете, осуждать, может быть, говорить, что это плохо, но они однажды вырастут, и не дай бог, они не поймут, что так не надо делать. Ну вот, стало известно, что у дочери убитого Романа Гребенюка появился защитник, защитник серьезный, к нему относятся неоднозначно, потому что неоднократно Соловьев заявлял, что это его адвокат, Шатагар Гадзе, но тем не менее, это маститый юрист, значит, он член Совета при Президенте России по правам человека, и, в общем-то и целом, конечно, девочка не смогла бы никогда найти необходимую сумму для того, чтобы нанять такого юриста, адвоката, но в данном случае вот он вызвался помочь девочке, конечно, несмотря, так сказать, на все высказывания Соловьева, что меня защищает Шатагар Гадзе и так далее, и многие писали, что негативно, в общем, стали как-то так комментировать, но при всем при этом, в данном случае, только можно, значит, действительно сказать спасибо этому человеку, что он взялся защитить девочку, которая осталась без родителей фактически. Вот что пишут, что потерпевшим в деле об убийстве из-за ссоры в водительском чате появился защитник, им стал член Совета при Президенте России по правам человека, юрист Шатагар Гадзе, об этом он сам объявил в своем телеграмме. Я напомню, что автопробег памяти Романа Гребенюка в Волгограде и, в общем-то, многие люди действительно негодуют и призывают к ответственности привлечь не только брата Ануш, которая общалась с Романом в чате, но и саму Ануш вместе с мужем. Значит, Шатапа обещал, что будет добиваться максимально сурового наказания для преступника, значит, вот что он говорит, убийце было наплевать, что Роман один содержит и воспитывает 12-летнюю дочь, оставшуюся после смерти отца сиротой. Значит, также адвокат выразил уверенность, что на скамье подсудимых должен оказаться не только обвиняемый, но и его сообщники. Кого он конкретно имеет в виду, непонятно, но, наверное, мы понимаем, кого подразумевает он. Гаргадзе обратился к Диаспоре, отсоветовав им пытаться отмазать убийцу. «Пока я в этом деле», — сказал Гаргадзе, «а я буду в этом деле до конца, никому не дам из ходоков облегчить судьбу Арсена Милканяна, не на йоту, я сделаю все, чтобы он понес максимально суровое наказание, а ребенок Романа ни в чем материально не нуждался». Значит, ну, что я могу сказать? Еще раз можно только выразить благодарность этому юристу, адвокату, который взялся защитить интересы девочки. Еще раз скажу, конечно, ей было бы не по силам нанять такого адвоката, и это здорово, что люди откликаются на такие резонансные дела, помогают, и это, конечно, очень здорово. Ну, а люди в Волгограде, очень многие пишут в Инстаграм мне, присылают вот сегодня с утра, там, видео автопробега в память Романа Гребенюка, там, призывают к ответственности привлечь, еще раз скажу, не только брата Ануш, но и саму Анушу и так далее. В общем, действительно, резонанс довольно большой, так что я очень рад, что у девочки появился защитник, и, конечно, трагедия огромная, что девочка осталась сиротой, это просто ужасно. Это просто, вы знаете, в 21 веке, вот это средневековье, это просто немыслимо как-то, это в голове не укладывается. Родительский чарт, ребенок остался сиротой. Пишите, ребята, пожалуйста, ваши комментарии, может быть, кого-то тронул тоже этот случай, у вас есть что написать, что высказать. С вами был Будда Гришна, ребята, подписывайтесь на канал мой основной, на котором сейчас находитесь, на канал саморазвития Будда Гришна Live, добавляйтесь в Инстаграм, Будда Гришна, нижние подчерки, не афишево. Всем пока, берегите себя, до встречи.